всем привет привет добро пожаловать на мой канал с вами снова настя и наконец-то у нас пересадка да это мой самое самое любимое занятие да так скажем и также хотела бы поделиться вообще как бы как я сажаю азиатов какой метод посадки не больше всего нравится больше всего мне нравится закрытая система так как азиаты очень любят у нас пить да они привыкли к влажному субстрату поэтому закрытая система облегчит нам вам всем нам до процесс полива то есть смотрите вода я полила свою орхидею вчера она до сих пор вот вчера вечером она до сих пор еще зелененькая орхидей это очень очень нравится шейка у нас видите не заглублена то есть как бы нет страха что она может загнить или еще что то еще вот такой вот метод посадки мне очень очень нравится пересаживать конечно же мы будем наших новичков да это микки кроун и анаконда анаконда у нее ко мне побольше и горшочек побольше я взяла такой вот и анаконда я пока что думаю еще возможно вот в этот горшочек у кого горшочек это у меня от специи когда-то у меня соль соль сода в ней хранилась либо же вот в этот стакан но мне кажется этот стакан будет маловат хотя вот в таком у меня сапфир растет но мне кажется в общем по ходу действия посмотрим будем примерять и в этот и в тот горшочек так что сейчас я приближу камеру и начнем так самая первая я наверно буду анаконду кстати прошу прощения за мой маникюр к сожалению пока возможности снять нету посмотрите как я думаю кто азиатские орхидеи заказать и знать кстати смотрите растущий корешочек у нас вот так вот нажимаете и очень легко все выходит сейчас будем выбирать мух смотрите сколько у нас тут корешков обалденно обалденно вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двершочек самый раз для корней Для такого количества корней Можно сажать в стаканы, вазочки цветочные Очень удобно Конечно, первое время будет тяжеловато орхидея Она будет привыкать Но мы будем наблюдать Все орхидеи, так скажем, стрессуют После пересадки это нормальное явление Так, сейчас посмотрим Будем ли еще добавлять Ближе к шейке я положу пирамзит Он более такой, да, сухой Чтобы шейка к влаге не прикасалась Вот этот лист, конечно, прям вообще Не очень-то удобно Вот как-то так пока что у нас получается Сейчас будем еще смотреть Вот тут, наверное, подкрадывать еще коры Надо немножко Да, вот она влазит Очень даже удобно Потом я еще мелкая труха Я еще так вот мелкую вот эту труху добавлю И кажется, все Теперь будем складывать сверху Чтобы корни не просыхали быстро Положим еще спагмаз К шейке слишком близко Мы его не прикладываем Чтобы шейка не была во влажности Так, чисто тонким слоем Сильно не утрамбовываю я Видите? Ну и, конечно же, я буду наблюдать за орхидеей Если вдруг что-то пойдет не так Если я увижу, что ей что-то не нравится Буду предпринимать что-то Ничем я, кстати, ее сейчас не обработала Потому что в прошлом видео, да Когда я показывала распаковку Кто еще не смотрел, посмотрите Я там рассказывала Показывала, что я обрабатываю Сразу же по приходу янтарином Чтобы снять стресс Сейчас у нас уже прошло 4 дня Даже 5 дней Орхидея более-менее акклиматизировалась И мы уже ее пересаживаем Вот этот лист, он прямо хочет расти Видимо, он в теплице рос вот так вот Так, ну вот Вот такая вот посадочка у меня получилась Здесь вот видно, что воздушные карманы Здесь Ну, это, в принципе, можно еще подложить Ну и Это очень даже хорошо Потому что есть место, куда расти Корешкам, да Есть воздушные карманы Все-таки корни же тоже будут расти И им нужно куда-то место Если совсем плотно утрамбовать Куда же корни будут расти И удобно вот в таком стеклянном горшочке, да Вазочке Наблюдать за корнями Как они будут расти Не будут ли они гнить Так, вот первую мы анаконду посадили Так, вирочку ее туда просунем И все, вот такая вот красоточка Так, следующая на очереди у нас Микки Кроун Я все-таки решила ее посадить вот в этот стаканчик, да Потому что ей будет место, куда расти Корешкам побольше, да Видите? Больше места Ну и Также На дно сначала мы Насыпем керамзит Теперь надо расправить ее корешки Чтобы они Больше по краешку Были Чтобы я могла их видеть И потихонечку Начинаем засыпать Нашей корой и керамзитом Корней мало, но их достаточно Для ее листовой массы Тем более я два фласочных удалила Поэтому думаю, что ей Еще наоборот больше сил появится Корешкам Тоже вот ближе к шейке Керамзитика положим побольше Видите? Прозрачный Какой стаканчик И все видно у нас Что мне нравится? Он такой широкий И очень удобно Там села орхидейка Потом у меня осталась мелкая труха Я ее тоже добавлю Для более Так скажем Для большего Сохранения влаги Так это азиаты у нас Любят Попить Первое время Скорее всего Так как кора еще не особо Влагоемкая Я буду ее Методом погружения Буду наливать На какое-то время Орхидейка будет Отпиваться И потом Уже Просто как обычно Когда корни уже начнут расти Сами тянуться Просто буду подливать водичку Ой, что я вам показываю Когда корни обрастут Буду постепенно Приучать к тому, что я буду Сантиметром наливать воды И корни будут сами Поднимать влагу Сейчас конечно корней у нас Не так много Поэтому немножко надо будет Помогать орхидейке в этом Будем наливать водичку На какое-то время Потом ее сливать Так И теперь сверху Мох Положим Спагмаз Сегодня поливать я их не буду Потому что я их Они стояли во влажном мхе После того как я их Отпоила Они до сих пор не просохли Корни Напитые Были Поэтому Сейчас будем наблюдать Как орхидея Как орхидея Захочет пить сразу же Как орхидея Приходит Вот смотрите Такая посадочка у нас Получилась Вот мы видим наши корешки Да Мы по ним будем определять Как орхидея Скоро захочет пить И Наблюдать Как пойдут новые корешки Смотрите Опять же Вот чтобы не было вопросов Мух Рядом с шейкой не лежит Он на расстоянии Вот Вообщем Вот такая вот посадочка у нас Кому было интересно Не забывайте Ставить лайки Да Комментировать Я Приверженец того что Охидеи Пересаживаю После покупки Что азиаты Что Что голландцы Чтобы мне спать спокойно Не переживать Я пересаживаю И уже постепенно И приспосабливаю К моим Квартирным условиям Чтобы Так скажем Они быстрее привыкли Быстрее адаптировались Быстрее зацветали Потому что если вы смотрите Мне давно Знаете Что у меня азиаты Хорошо себя чувствуют Цветут Радуют меня Поэтому Я думаю что и этим Охидейкам у меня понравится Ну а на этом я буду с вами прощаться Всем спасибо за просмотр Всем пока пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok